Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас знакомить с самыми интересными новостями. Ну вот армянские ученые бьют тревогу. Через 10 лет Армении не будет. Вот тебе новость. Через 30 лет после распада Советского Союза, после конфликта с Азербайджаном, Армения пытается выжить любой ценой. Однако у страны, в частности, ее научного сообщества, будущее весьма туманное. Это пишет французское издательство «Лавье». Это перевод на русский «Жизнь». Но она подготовила материал о плачевном состоянии науки в Армении. Армения – маленькое государство без ресурсов. Открыто говорит ученая Аревик Сарксян, считающая, что на карту поставлено выживание государства. Мы часть истории человечества. Мы должны продолжать оставаться в центре этой истории. Мы должны использовать наше наследие, чтобы возродиться, как феникс, как птица-феникс. В общем, возродиться будет тяжело, потому что в Армении сейчас и экономический, и политический кризис. После распада Советского Союза, армяне пережили серьезный экономический кризис. И первую войну в Карабахе из-за нехватки ресурсов ученые из всех областей стали переезжать за границу или менять сферу деятельности. Это был настоящий хаос. Здесь никто не мог оставаться в науке, вспоминает Макеэлян, директор обсерватории. Столкнувшись с недостаточным государственным финансированием, армянские ученые находят спасение в международном партнерстве. В общем, все армянские ученые уехали за границу. Если у вас есть интересные идеи, то вы можете сотрудничать с зарубежными учеными США, Японии и Европе. Армянская экономика и сельское хозяйство ограничены по сравнению с большими странами, потому что Армения очень маленькая, и население небольшое, и бюджет маленький. Ну и вот, вот их старая аппаратура армянская. Но у них зарплата очень маленькая. Пишет, что вот зарплата в 170 евро не удовлетворяет молодых армян. Ну, конечно, кто тебе будет работать ученые за 170 евро? Это бред. Прогнозы, в общем, неутешительные. С этим согласен профессор Ашот Челенгарян. Так, чтобы заниматься наукой, она должна нравиться. Тем более, где можно заработать много денег. Ну да, если заниматься наукой, надо зарабатывать хорошие деньги. Я всегда говорил своим ученикам, что человечество должно понимать, где мы находимся, почему. Что касается массовой исход армянской молодежи в поисках мира и благополучия, мы маленькая страна, наше население уменьшается с каждым годом. Но это все правильно, он говорит. Я не уверен, что Армения проживет больше 10 лет. Сейчас я вам покажу на карте, вот Армения, посмотрите. Как раз я вам сейчас покажу, почему она не проживет. Армения заблокирована между четырьмя странами. Турция, Иран, Азербайджан и Грузия. И у ней нет выхода к морю, понимаете? Ей бы выход к морю, вот хотя бы где-то рядом с морями, у ней был бы намного бизнеса и вообще торговля, и все процветало. И, во-первых, в Армении нету своего ни газа, ни нефти. Это самый большой минус. У Азербайджана все есть. И море, и газ, и нефть, и население 10 миллионов. У армян ничего нет, она заблокирована. Экономика в трубе полнейшая. Если еще Иран перекроет кислород Армении и Грузия, то все это будет блокада. Понимаете, полнейшая блокада этой страны, экономическая, и все, она умрет. Просто ей не дадут развиваться эти страны. И Армении надо было сейчас выкарабкиваться с этой ситуацией. И вот сейчас я вам Пашиняна найду. Подождите, где он тут? Вот, сейчас я уберу эти фотографии, где эти самые уезжают беженцы. Ну и вот, смотрите, Пашинян умудрился еще, проявил свой мозг, включил разум с Ильхам Алиевым в Брюсселе. Что, мол, да, мы разблокируем все эти коммуникации, мы будем вам, дадим Зангизурский коридор, будем сотрудничать. И за счет этого Армения может еще выкарабкаться кое-как. Ильхам Алиев пошел на встречу Пашиняну. Он говорит, давайте мириться, давай все разблокируем и будем сотрудничать. Но Пашинян понял, он не дурак, конечно, что если сейчас они не разблокируют, то им кирды полнейший будет. Им перекроют все, они сдохнут там. Просто без газа, без света, без нефти, без ничего. И он понял, что надо что-то делать, чтобы выжить. А армяне, националисты, его не понимают, считают его предателем. Потому что он предал интерес Армении. А как ему поступать, если Армении кризис полнейший сейчас наступит? Ну и вот такая ситуация. Вот комментарий сейчас, давайте еще почитаем, что пишут азербайджанцы насчет, чтобы армяне как бы уехали оттуда. Или как это слово правильно, Армении не будет. И вот сейчас азербайджанцы тут пишут. Почему через 10 лет вам лучше жестью ехать оттуда? Для этого хватит 10 дней, написал Николай. 10 лет – это долго, желательно 3 года. Это будет счастье для всего Кавказа и Закавказья. О, Нариман Зиналов написал. Так, правильно заключил профессор, что Армении через 10 лет не будет. Слава вооруженным силам Азербайджана. Карабах – это Азербайджан. Ну вот азербайджанцы не хотят жить рядом с армянами. Может уже достали их тут уже. И все, и говорят, что пора вам, ребята, уезжать. Карабах – это Азербайджан. Азербайджан. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.